Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что нашли время, за то, что нашли время к нам присоединиться. Коллеги, если вы к нам на ближайшие 15 минут, проходите, здесь есть места, чтобы вы не стояли. Давайте. Да, по поводу концепции лидера племя. И у нас очень интересный на самом деле заголовок вот этой сессии. Можно я попрошу нашу техподдержку, вот первый слайд, как наша сессия называется? Она любопытная. Мне всегда интересно, как организаторы называют события. И вызывающее название у нашей конференции сегодня в целом. Вам не кажется? Потому что успешность изменений на моей практике скорее исключение, чем гарантия успеха. Ну, просто сейчас время такое, что надо что-то хорошим людям говорить. Поэтому я поддерживаю это название. Вот здесь написано тоже довольно забавная штука. Потому что ситуация, в которой HR управлял бы или инфицировал бы изменения, это, наверное, один из десяти случаев, с которыми нам приходится сталкиваться. Мы в основном пострадавшие и спасатели, и пожарные, которые должны минимизировать негативные последствия от происходящего, а про то, чтобы ими системно управлять, ну, наверное, это довольно сложная задача. И хотелось бы, чтобы мы имели ожидания реалистичные. И в данном случае то, что я хочу вам в своей презентации рассказать, я вам просто расскажу историю, которая последние шесть лет происходит с нами, с нашей компанией, с нашим крупным клиентом, которая, в общем, кое-что в ней получается. Я затрудняюсь однозначно сообщить, что мы системно управляем этой историей в компании на 25 тысяч человек. Про концепцию лидера и племя кто-то знает в зале? Как хорошо, так немного людей. Тогда этот слайд имеет смысл. Попробую его коротко обобщить. Обычно рассказываю это полтора часа. Это очень любопытно, смешно. И почему это должно быть смешно? Потому что мы говорим об очень чувствительных вещах. Мы говорим о жизненных установках. Мы говорим о том, на чем человек стоит. Это как в том анекдоте, говорит, сходишь к психологу, она тебе все страхи снимет. В смысле снимет? А если это несущая конструкция? Понимаете? То есть наша работа, на самом деле, она очень ответственная. И изменения, которые мы хотим увидеть в компании, они происходят только после того, как они происходят в головах у людей. Вот так меня, по-моему, лучше слышат. Я коротко не умею рассказывать этот слайд. Знаете, это как Тони Робинс, которого на TED позвали, он опозорился, потому что... Это я рассказываю полтора часа. Но попробую для вас сделать коротко. Значит, вот этот третий уровень, видите? Это уровень личной эффективности. У вас есть руководители, которые в своих сообщениях, где бы, о чем бы он ни говорил, он говорит, я крут. Знаете таких людей? Спасибо большое за вашу реакцию. Понимает, что такие люди для компании необходимы. Засигналируйте мне как-то. Кто понимает, в чем их негативное влияние на компанию? Скажите мне, в чем. Да. Да. Спасибо. Еще что? Да. Это было бы прекрасно. Авторы концепции говорят, что каждый раз, когда мы с вами тоже это делаем, согласитесь, мы же тоже говорим, мы же тоже сообщаем, мы же живем в Москве, это же место, где вообще выживают люди, которые с этой позиции. Потому что это победители, это отличники, это номер один, это самые лучшие. Нас бы, может быть, на работу не взяли, если бы мы такими не были. И это, в общем, такой майндсет, это мировоззрение человека, который многого чего-то в жизни достиг. Негативное влияние здесь в том, что... рекомендуем, я не стою работать. Наверное, у меня микрофон батарейками шалит. Еще раз так сделает? Мне не жалко. Спасибо. Авторы, значит, это дело долго изучали, на тысячах человек, но пришли к выводу, он несложный. Каждый раз, когда мы говорим, я крут, мы сообщаем скрыто, а ты нет. А ты недостаточно. И вот в наших токсичных, эмоциональных, тяжелых отношениях на работе еще вот такой замечательный руководитель, это тот, кто убивает всю энергию вот этой самой команды. Но... Это вот я вам выжимку сейчас просто сказал, но для того, чтобы ее непосредственно руководителям донести, мы немножко играем в эту историю, и тогда оно воспринимается лучше. Соответственно, под таким я крутым... Ой! Вот это вот моя жизнь ужасна, и жизнь в целом ужасна, это вот 80% от остального коллектива. И вообще корпорация современная, в большинстве случаев, она именно вот из этих первых трех уровней и состоит. Четвертый, редкость, пятый, исключение. Для того, чтобы оказаться на четвертом, можно туда выйти только втроем. Если вам кажется, что вы на четвертом уровне, и вы чувствуете одиночество, значит, вы не на четвертом, вы на втором. Люди, которые на самом деле на третьем, они часто думают, что они на пятом. Отличие в том, что на пятом уровне человеку не интересны собственные интересы, он делает вообще во благо человечества, что-то великое делает. Я говорю, это очень трудно объяснить вам книгу, которая на трех старых страницах написана, по которой мы 12 лет живем, и которая мне помогает. Почему? Потому что я попробовал так проанализировать, но в рамках HR и стратегии я 20 лет управляю изменениями. И это 20 лет ошибок, потерь и бюджетов, потраченных ни на что, и боли, и слез, и крови. И вот это на самом деле, если бы можно было написать название секции или конференции, то она должна была бы так называться. Боль, слезы, кровь и еще что-то в процессе изменений. Это была бы правда. Нет, вы не осмелитесь, коллеги. Да, значит, но случилось чудо. В 2011 году в качестве члена совета директоров компании Техносила, когда мы ее вытаскивали из тяжелого кризисного положения, я попал в Лас-Вегас в запас, потому что компания решила, что клиент-центричность должна быть нашим фокусом, а не дискаунтером. Альтернативный стратегический выбор был стать дискаунтером. Сказали, нет, не дискаунтер, все-таки клиент-центричность. Тогда я поехал в запас, я познакомился с Тони Шеем, я неделю с ними прожил, я их изучил, насколько это можно было при таком часовом разрыве, потому что, вы можете себе представить, я просыпался к вечеру, и вот, а вот как утро засыпал. Там меня впечатлило то, что книга «Лидеры племени» это единственная в этой свободной компании, которая разрешает практически все во благо клиента, единственная обязательная книга, единственный обязательный тренинг это «Трайбл Лидершип». Это «Лидеры племени». И я много лет пытался ответить на вопрос «А почему?». Мне повезло, что случилось так, что Джон Кинг со мной связался в это время, и мы что-то стали делать вместе. Мы сделали «Москва Интернешнл Лидершип Академия». Она обучила несколько тысяч руководителей. Мы давали «Лидеры племени», основные концепции лидерства. Потом мы перешли в основном на корпоративные проекты, потом удалось привезти Джона. Видите, успели мы. В Сколково, в РГСУ, в ВШЕ, на всех площадках он выступал. Абсолютно потрясающий спикер. И просто он дед, ему 82 года. Он пятикратный чемпион Соединенных Штатов по бальным танцам. Он руководитель шоу на Бродвее, в Голливуде и вообще на всем на свете. И сейчас это человек, с которым три раза в неделю мы созваниваемся, для того, чтобы спросить, как дела и что-нибудь сделать новое. Что мы делаем новое, я отдельно расскажу. Нам повезло, что мы достучались через «Завсклад», через «Товаровед». Оказалось так, что захотел Сбербанк проспонсировать первый выпуск книги «Ман Иванов и Фербер». Там порядок такой. Первый тираж должен кто-то купить. Сбербанк купил это, потом сделал это в частной корпоративной библиотеке. До сих пор она там на почетном месте стоит и все ее Сбербанк сочетает, и за что я признателен лично Германа Скорич. В 2018 году нас пригласили в «Казахтелеком», потому что были разработаны новые корпоративные ценности, они были чудесные, к жизни имели очень отдаленные отношения. А надо было сделать так, чтобы 25 тысяч человек почему-то это приняли. И тогда не только на «Лидеры племени», но и на еще других технологиях мы интегрировали и сделали концепцию, которая работает вот уже 6 лет по всем филиалам компании. И мы сделали в целом, сейчас более 200, наши выпускники сделали, более 250 полезных для компаний проектов с многомиллионным долларов экономическим эффектом и с созданием сообщества выпускников, о котором я чуть позже расскажу. Вот можно посмотреть минутный ролик. Проект «Лидер и племя» это 180 дней ежедневной работы, 90 участников, 33 проекта. Корпоративные ценности это своеобразный фундамент, который помогает компании стать успешнее на рынке, когда важен осознанный вклад каждого подразделения в общее дело, а каждый работник ощущает себя значимой единицей, от действия которого зависит успех всей организации. Участие в проекте дало возможность сотрудникам самостоятельно определять направление действий и совместно находить ответы на вопросы «Кто мы есть?», «Куда мы идем?», «Как мы это делаем?» и «Что для нас важно?». За короткий период работниками филиала выработаны талантливые решения и распределены задачи по проекту. Совместная работа помогла объединить работников разных подразделений в одну команду. Сегодня мы видим агентов изменений, которые готовы перейти на качественно другой уровень принятия целей и подходов к бизнесу, тем самым изменить компанию к лучшему. Да, это я для вас отрезал и нарезал, потому что это про 33 проекта говорится, потому что это отчет, видеоотчет о первом нашем проекте, в первом филиале, который мы сделали. Мне он очень нравится. Они сами это, тексты писали, видите, он корявый, кое-где. Вот я так и оставил, он характеризует, да. Работает это 6 месяцев. За эти 180 дней мы реально перековываем людей. Мы их изначально подбираем правильно. Что значит правильно? Вот здесь прекрасный пример был приведен, да, по типологии там, да, есть вот это вот Си, соответствующий, который рыцарь, который по инструкции живет, даже если здесь уже мир будет рушиться, он будет выполнять свое распоряжение десятилетней давности. Безусловно. И в телекоммуникационной компании вы можете себе представить, когда я их вот так по психотипу делаю на стартап-сессии приглашенных гостей, там есть свои фишки, технологии, все рассказывать не могу. Но когда доходит до рыцарей, и это вах, 80% зала прошло в угол, где я рыцарей собираю. И я так, да, что же делать-то? Потому что, конечно, для новых проектов, для инициации, для запуска, для их самомотивации это не тот профиль, который ему на самом деле нужно очень много стимулировать, у меня такого возможности нет. Поэтому мы выбираем людей определенного типа. Их называют в том числе пассионарного такого направления, люди, которые хотят изменения, не могут, которые жить по-старому. Там происходит чудо. Когда я видел это в первый раз, я чуть не плакал. И каждый раз я удивляюсь. Потому что, когда мы работаем по технологии Петера Кенсека искусства познания ценностей, есть такая книга, я ее редактировал на русском языке, она, слава богу, небольшим тиражом в Питере была издана. Почему-нибудь, слава богу, потому что это профессиональная технология, и, в общем, это наше ноу-хау, я ее особо не распространяю. Ей тоже пользоваться надо. В результате люди выявляют личные ценности за 15-20 минут, а потом происходит чудо. Они интегрируют их с корпоративными. И даже такие какие-нибудь невероятные вещи, как выдающиеся решения, например, ценности есть у компании. Вот в эти выдающиеся решения человек свои эмоции каким-то образом находит путь и связывает, и получается так, что он понимает в этих казенных, синтетических, пластиковых словах, очень красивых, там, сформулированных как-то правильно, он находит какое-то свое, какое-то правильное слово, которое для него подходит. В этот момент происходит кардинальный перелом по корпоративной культуре. Человек в этих словах, которые ему провозглашают с трибуны, он начинает видеть свои смыслы. Ради этого, в общем-то, мы все это и делаем. Но это только первый шаг. После этого мы ему говорим, вот есть твои ценности, да, он их 10 выявляет. Вот из этих 10 ценностей скажи, пожалуйста, что-то есть неудовлетворенно? Конечно, есть. А что ты можешь сделать в компании для того, чтобы твои личные ценности начинали удовлетворяться чуть-чуть лучше каждый день? И они придумывают. И мы говорим, а до завтра ты должен придумать 10 таких проектов. Он говорит, я не смогу. Он говорит, ты сможешь. Он приходит, у него 50. Он с этими идеями должен куда-то прийти. Мы его выслушиваем, мы делаем ярмарку этих идей. Он докладывает их руководству и после этого всего мы выбираем несколько, которые потом в течение 6 месяцев он реализует. Мы работаем на гормонах. У человека есть желание быть правым. Когда он придумал классный проект, когда он его защитил своему руководителю, он, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы довести его до конца. И поэтому в большой бюрократической компании с недостатком бюджетов, ресурсов, но при человеческой поддержке эти проекты у нас 6 лет реализуются. И мы идем, у нас там формат такой, это, естественно, телекоммуникационная компания, культура правил. Мы идем к культуре успеха, и поэтому у нас много личных поощрений, у нас знаки отличия, у нас праздники, у нас выступления по радио и телевидению, это минута славы, которую каждый выпускник нашей программы обязательно получает, а потом еще и догоняется. Масштабирование произошло, вот мы начали с инициативных опытных сотрудников, затем мы перешли на молодой кадровый резерв, и теперь у нас женщины-лидеры. Мы второй год подряд проводим форум женщин-лидеров компании «Казахтелеком» на 300 женщин, которые с 20 городов приезжают, мы их обучаем, мы их подготавливаем, повышаем их осознанность, способность работы со стрессом, способность оставить свои границы, понимание своей самоценности, достоинства. Выращиваем очень мощно, потому что ESG-повестка заставляет, в том числе, крупные компании исследовать, и это один из признаков, мы очень этому рады. В результате у нас на сегодняшний день порядка 800 человек, постоянно охватываемых нашими инициативами, и которые не просто собираются на праздник, которые дела делают на своем рабочем месте, практически без поддержки корпорации, а на личных отношениях, личных связях, на своих гормонах, на своем желании быть правыми и доделать, довести что-то до конца. Не все психологические типы это могут делать, оговорка. Дальше. Избранные коллективом, обращаю ваше внимание, мы отбираем в программу людей изначально только тех, кто пользуется авторитетом в компании, делаем это прямым голосованием. Они берут реальные проекты, их доводят до конца. Мы создаем нетворк, мы их собираем, мы их тусим, они приезжают на защиты друг друга, они перезнакомятся. Ну, компания тоже национальная, телеком-оператор, можете себе представить, там люди иногда в столице никогда не были, в первый раз приезжают на наши мероприятия. Лучшие становятся наставниками, новый этап нашей программы, это когда из наших 250 выпускников вот этой полугодовой программы мы сейчас выбрали 30 человек, и они станут теперь наставниками для трех других, по нашей же методике, но этих людей они будут выбирать, а мы наставников будем обучать соответственно наставничество, инструментам наставничества. Лидеры это новая прослойка и это в общем новая элита. У нас в рамках этого шестимесячного проекта гарантированно 30% участников получают повышение. Просто потому, что их замечает руководство, просто потому, что они становятся яркими, они растут на глазах и там через три месяца у него MVP. Я понял, почему мы MVP не переводим на русский язык, потому, что это минимально жизнеспособный продукт. Бревиатура будет не очень звучать, MVP приходится называть. Вот, он через три месяца защищает свой MVP, он его масштабирует следующие три, почему шесть месяцев? Первые три месяца запускает проект, скажем, сто дней, а следующие сто дней он должен масштабировать в другом подразделении, в другом регионе, как ты хочешь. Повтори свой успех, который ты сделал в своем отделе, сделай это так, чтобы это было доступно кому-то еще. Они изучают основу проектного управления, делают карточку проекта, мы делаем энциклопедию этих проектов, для того, чтобы это можно было брать и масштабировать, чтобы любой человек компании мог брать и повторить этот успех. И поэтому следующий наш этап масштабирования, это когда мы уже выйдем там до тысячи человек будем считать выпускников нашей программы, потому что наши наставники, каждый возьмет еще там по три, по три и так далее. Когда ожидаете? А постоянная работа продолжается, я так понимаю, это мой последний, я даже контакты свои не вставил. Остается тысячу, когда этот следующий уровень? Знаете, наверное, даже не сама цель как-то у нас это, знаете, что может быть целью, что я вижу целью, это то, что наши выпускники занимают руководящие позиции в компании. И такие уже есть. Ребята, не то, чтобы это вот прямо студент пришел, он уже пришел опытным сотрудником, но он, скажем, из технического блока, благодаря проекту получил уверенность в себе, получил желание масштабных проектов, перешел в коммерческие, ему говорили, ты провалишься, там он сделал трехкратный результат в период пандемии, а сейчас стал руководителем проектного офиса компании, там все там многомиллиардные проекты, которые вся компания реализует, сейчас в руках у этого человека и 200 подчиненных. Вот такие истории успеха мне, наверное, интересны, потому что мне кажется, что мир меняют лидеры, наша задача готовить лидеров нового поколения. А кто у вас был лидером, вот мы тоже обсуждали в рамках первой части, да, я уже спрашивала у Елены, почему выбрали технологию, мы помним, здесь в принципе, я думаю, что тоже догадались, почему технология, потому что в свое время вам удалось, а кого пришлось убеждать, что ее нужно внедрить именно это, и что она взлетит? А, повезло. Повезло. Да, повезло, потому что мы встретились с HR-директором, сегодня это человек получил повышение, он сейчас операционный, мы хотели пригласить, к сожалению, технически не удалось это реализовать. Человек, с которым мы начинали работать 6 лет назад, он сейчас получил повышение, сейчас член управления, директор по операционной эффективности, в том числе курирует HR и там несколько других еще крупных подразделений, то там сервис, безопасность, охрана труда и вот этот сам проект. Повезло с ним встретиться? Да, вот то есть как-то сошлись звезды, потому что он только что разработал эти ценности и мы все знаем истории, когда это ни к чему не привело. И он сказал, я очень боюсь то, что это останется искусственным. И я сказал, конечно, обязательно останется, но вот если сделать вот эти несколько шагов, то все получится. А потом мы взяли лучшее подразделение, критическим выбором был, знаете, кого мы выбирали? Мы выбирали первое подразделение и лидера, руководителя, генерального директора этого филиала, потому что это был 53-летний в то время. Коллеги, а ничего не напоминает? Я вот когда слушала... Можно я закончу про портрет? Да, там портрет... Все, все, тогда не задайте свой следующий вопрос. Значит, вопрос от портрет лидера, руководителя изменений. 53 года, человек проработал на всех высокопоставленных должностях компании, ему дали новое подразделение, которое собрали со всей страны для него. Человек, который взял здоровый образ жизни, побежал в марафоны и до сих пор бегает. Сам абсолютно такой проводник изменений. И для него, несмотря на то, что это уже была его там как-то нацатая должность компании, для него очень важен был результат. И вот это, пожалуй, главный залог успеха для реализации, если попробовать какое-то правило вывести, здесь был правильный сигнал об этом. Но вот где вы это MVP будете делать, это ключевой фактор. То есть нужно показать success story на одном подразделении, чтобы потом другим было не так страшно и даже хотели они это реализовывать.